Мы все идем по жизни, находясь в руках судьбы. И, как правило, мы не знаем до конца, куда наша судьба нас приведет. Более того, мы даже не знаем, куда наша судьба нас заводила в прошлом. Мы знаем только очень небольшой участок в своем бесконечном путешествии. Этот участок нам кажется самым важным. Мне кажется, что вот этот участок, который мы называем этой жизнью, что это все, что у нас есть, на самом деле это всего лишь один из многочисленных, один из миллионов эпизодов, которые были в нашей жизни, которые, возможно, еще будут. Потому что писания говорят Брахмана, Брамиты, Хон, Бхаги, Ванджи, в Гуру Кришны, Прасады, Паа и Бхакки, Лата, Бич. Души странствуют по этой вселенной из конца в конец. Из рождения в рождение, получая то одно тело, то другое. Есть большое разнообразие условий, в которых мы можем оказаться. Иногда мы рождаемся человеком, иногда кем-то еще. Но все эти формы жизни, все эти путешествия объединяет одно то, что так или иначе, всем этим положением, в котором мы оказываемся в материальном мире, свойственна та или иная форма иллюзии или заблуждения. Потому что различные формы тел, в которых мы находимся, это выражение нашей же собственной иллюзии, наших же собственных заблуждений. И общее, что их всех объединяет при этом, это иллюзия, что это я действую, я должен быть в центре, я должен быть в центре всего, такая эго, которая не дает нам смириться с тем, что кроме нас есть множество других действующих в этом мире, что не всякие, что мы не можем повлиять на все в этом мире, мы пытаемся все сделать так, как нам хочется, учитывая прежде всего свое мнение. И в Бхагавадгите, в самом конце 18 главе, Кришна говорит, глупцы думают, что они, что это они действуют в этом мире. Но мудрец знает, что у всякого действия есть 5 причин. Не одна, но как минимум 5. Эти 5 причин у каждого поступка – это тело, благодаря которому мы можем находиться в каком-то месте, ну или, по крайней мере, думать, что мы там находимся. Эго, то есть тот, кто считает, что я действую. Эго есть. Сплетение духа и материи в единое целое, когда духовная душа, духовное существо проецирует себя на этот материальный мир, и в итоге у него возникает ложное ощущение, что я являюсь вот этой совокупностью, совокупностью желаний, совокупностью чувств, совокупностью материальных элементов. Наконец, сами чувства или инструменты – еще один фактор в любом поступке, в любом действии. Наконец, усилия, которые предпринимает каждый. И пятое, по порядку, но не по важности – это божественное проведение, вмешательство высшей воли, вмешательство самого Господа. И поэтому, что бы мы ни делали, в лучшем случае мы отвечаем только за некоторые из этих факторов. Всегда, что бы мы ни сделали, есть проведение, есть высшая сила, которой мы не в состоянии управлять. Но нам мешает это увидеть наше эго. В Брахму Вайварта Пуране есть красивые слова, о том, что Гуру Дайфенч любил повторять эти слова. В переводе они означают, что для того, кто избавился от ложного эго, для того, кто осознал себя духовным существом, а не частью этого мира, для того Господь очень близок, для того нет препятствий на пути к Господу. Но для того, кто полон оханкор и ложного эго, от того отделяет огромная гора ложного эго от Господа. Поэтому, хотя Господь ближе всех к нашим сердцу, Он ближе всех в окружающем мире, Он живет прямо в нашем сердце. Мы не в состоянии его увидеть. Почему? Потому что в нас есть это эго. Эго, которое заставляет нас думать, я причина всего, я самый главный. Поэтому эго – это наш враг. Если это ложное эго, бывает истинное эго, но это отдельная история. Наконец, чувства – это инструменты, которыми мы пользуемся, пользуемся вокруг, пытаемся увидеть, услышать, обонять, осязать что-то, воспользоваться всем. Но все эти чувства, они, опять же, объединены общим стремлением. Все они стремятся обрести что-то. Глаза хотят смотреть что-то красивое. Уши хотят слушать красивую музыку или приятные голоса. Тактильные чувства тянутся к приятным ощущениям. О, какая подушка приятная на ощупь. Или о, какой красивый предмет. Или о, какой классный пуховик. Или шубка мне попалась. Все чувства постоянно тянутся к тому, чтобы их удовлетворяли. И это тоже не свойственно нашей истинной природе. Поэтому все чувства – это наши враги, если мы не в состоянии справиться с их позывами, если мы просто молча подчиняемся им. Наконец, в голове всех чувств находится ум, который является средоточием или, так сказать, обрабатывающим центром сигналов всех чувств. И ум иногда сравнивают с опекуном, который распоряжается нашей собственностью, поскольку мы еще малолетние. В духовном плане, в духовном смысле, мы все несовершеннолетние. Хотя потенциально каждый из нас совершенно духовное существо, в потенциале каждый из нас может стать великим святым. Но, тем не менее, сейчас этот потенциал очень мал. Он скрыт где-то внутри нас, почти что не проявляясь вовне. И тогда ум и чувства выходят на первое место и говорят, о, ничего, мы позаботимся о тебе, зато мы взрослые. Ты маленький, мы позаботимся о тебе, мы знаем, как для тебя будет хорошо. И мы по глупости своей подчиняемся зубу ума, зубу чувств. Но они как злонамеренный опекун, который в кавычках опекает своего подопечного только для того, чтобы пользоваться его наследством, его богатством, то, что ему принадлежит по праву. Они пользуются этим для себя, при этом ничего не оставляя самому живому существу. Поэтому до тех пор, пока мы находимся во власти своего ума, мы будем неизбежно страдать. Бхагавадгита в Кришне в одном месте говорит, тот, кто сумел обуздать свой собственный ум, для того ум может быть лучшим другом. Но в остальном тот же самый ум может быть злейшим врагом. Все зависит от нас, от наших собственных усилий. И усилия, которые мы прикладываем, зависят от того, во что мы верим. Иногда мы прикладываем огромные усилия ради каких-то ложных целей. Иногда говорят, что у каждого святого есть прошлое, у каждого грешника есть будущее. И это правда так и есть. Даже когда мы смотрим на жизни некоторых из величайших святых, мы видим в них, в этих жизнях, разные эпизоды. Например, Беломангал Такур, один великий святой отжил, если не ошибаюсь, где-то в 8-м, может быть, или в 9-м веке. Он как-то... Он в свой ранний период жизни, когда был обычным человеком, в нем не был монахом, но он был страстно привязан к одной женщине. Эта женщина была проституткой. И он, тем не менее, был не в состоянии обуздать страсть, живущую в его сердце. Он был влюблен в нее, и изо всех сил старался постоянно увидеться с ней. Все возможности, все деньги, все средства тратил он на то, чтобы быть все время с ней. В конце концов, однажды, когда наступила очень... очень плохая погода, однажды ночью были страшные дожди, все улицы были залиты, реки вышли из берегов, сверкала молния. Ни один нормальный человек не пожелал бы в такую погоду ни сам выйти, ни собаку выгнать из дома. Но Беломангл Токур почувствовал, что в его сердце живет это неодолимое желание увидеть ее, увидеть свою возлюбленную Чентамани. И тогда он бросился из дому для того, чтобы прийти к ней. На реке в это время не было лодочника. Какой нормальный лодочник будет в такую ужасную погоду, в ураган будет на улице. Тогда он нашел какое-то бревно, по крайней мере, то, что ему показалось бревном. Переплыл, воспользовавшись бревном, только оттолкнув это бревно, он понял, что это был крокодил, и только по какой-то счастливой случайности этот крокодил, быть может от наглости поведение Беломангла не успел среагировать, да, и не тронул его. Когда он подошел, начал кричать, по-моему, там они, открой, открой, открой. Она не слышала его, потому что на улице был страшный шум. Тогда он начал переладить через забор, что переладить через забор, он зазвился за какую-то веревку. Опять же, он не понимал, что веревка на самом деле была опасной змеей. Но эта змея так же, ну, очень повезло, змея так же не тронула его. Когда, наконец, он подошел к ее двери и стал стучать уже в дверь, и он открыл его, она была совершенно поражена и удивилась, и сказала ему, мой дорогой Беломангл, ты преодолел столько усилий, ты перешел из соседней деревни для того, чтобы увидеть меня, преодолев столько препятствий в такую ужасную ночь. Если бы ты с такой же страстью или хотя бы часть этой страсти, хотя бы часть этого стремления ты направил на служение Господу, тогда, несомненно, ты стал бы великим святым. И эти, казалось бы, простые слова вдруг пронзили Беломангла в самое сердце, он задумался об этом. Дело в том, что в прошлой жизни он уже занимался духовной жизнью, просто так сложилась его судьба, что в этой жизни у него был такой период, такой период в жизни, когда он был не в состоянии справиться со своими чувствами. Но эти слова напомнили ему о том, что главное в жизни. И он поблагодарил ее за наставление, немедленно ушел, погрузился, погрузился в духовную жизнь. И позже, когда он стал великим святым, он написал множество удивительных книг, таких как Кришна Карнамрита, другие произведения, где он описывает игры Кришны, возносит молитвы Кришны, прославляет его. Он стал настоящим святым, и в своих книгах он пишет о том, что я приношу свои почтительные поклоны Чинтамане, моей первой гуру. Потому что именно она, несмотря на свою профессию, она вдохновила меня на духовную жизнь. Поэтому в огромном долгу перед всеми, кто вдохновляет нас на духовную жизнь, быть может, даже сами того не замечали. Потому что учителя, они тоже бывают разные. Есть такое понятие «вардман-продаршика-гуру». Это называется «гуру, указавший путь». Это может быть какой-то посторонний человек, который просто дал совет, как та же самая Чинтамане, или просто сказал что-то, не будучи, быть может, сам глубоким духовным человеком, но если в человеке есть глубокая потребность в духовном, он даже, казалось бы, во внешних словах сможет увидеть глубокое духовное послание. Есть истории из более свежих времен. Лет 200 назад, в начале 19 века, в Индии, жил такой богатый землевладелец. Его звали Лал-Бабу. И однажды он отправился на рынок, чтобы купить овощей. И беседуя с... И он не спешил, выбирал тщательно овощи или фрукты, выбирал продукты. И продавец увидел, что время уже позднее, и сказал ему, Лал-Бабу, пожалуйста, время уже позднее, солнце уже садится, времени осталось совсем мало. Пожалуйста, определитесь с выбором, мне пора идти. И эти, казалось бы, обычные слова произвели на Лал-Бабу совершенно необычный эффект. Он воспринял их не в прямом, а в символическом, в переносном смысле. Он подумал, а ведь и правда. Солнце моей жизни закатывается. Я трачу свое время впустую. Мне проопределяться, чего я хочу добиться в этой жизни. Даже хотя я стал богатым и с внешней точки зрения успешным человеком, а чего я на самом деле достиг. Достиг ли я хоть чего-нибудь из духовной жизни. Обрел ли я хоть одно хорошее качество в сердце свое. И тогда Лал-Бабу, хотя был, вероятно, богатым человеком, он раздал все свое, все свои богатства. Раздал что-то на святое дело, что-то досталось родственникам, что-то просто посторонним, благочестивым людям. И для того, чтобы избавить себя от своего эго, для того, чтобы пережить свои последствия своих же прошлых кармы, может, обиду, он ходил и собирал пожертвования. Он просил подаяния у всех, даже у тех, кто раньше считал его врагом и кого он сам раньше считал врагом. Таков был его путь, он решил, что я буду, я должен пойти этим путем, я не хочу больше зависеть от своего богатства, от своих денег, я хочу стать настоящим. Позже он стал известен как один из великих святых, как предавшаяся душа, как душа, отдавшая себя, вручившая себя в руки Богу. Поэтому необходимо всегда помнить, что каждое наше действие находится, результаты каждого нашего действия находятся не только в наших руках. Точнее, от нас зависит только совершение самих действий, но результаты могут быть весьма неожиданны. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, о, Арджуна, ты имеешь право исполнять свой долг, но ты не имеешь права претендовать на плоды, на то, что будет результатом твоих действий. Ты должен исполнять свой долг, но как получится, делай, что должно и будь, что будет. И те, кто после длительных-длительных странствий по этому миру из конца в конец, тот стих, с которого мы начали, Брахманда, Брамиты, Коан, Бхагья, Банджи, Гуру Кришна, Прасады, Пай, Бхакти, Латабиш, те, кто, наконец, осознает очень простую вещь, что на самом деле никакие достижения в этом мире, ни грубые, ни тонкие, не стоят того, чтобы стремиться к ним, потому что ничто из этого не способно удовлетворить мою внутреннюю потребность, мое самое главное, то, что живет в моем сердце. Единственное, в чем нуждается мое сердце, единственное, что может удовлетворить его потребность, это бескорыстная любовь, чистая любовь, настолько чистая, что ее не найти в этом мире. В этом мире мы можем видеть только какие-то бледные отражения настоящей любви. Мы восхищаемся примерами героев, мы иногда смотрим мексиканские или другие сериалы, богатые тоже плачут или еще что-то о переживаниях людей. Мы знаем, что настоящая любовь очень редко встречается в этом мире, практически не встречается, потому что, что такое настоящая любовь, это стремление пожертвовать собой, это не стремление найти что-то для себя. Когда кто-то говорит, я люблю тебя, поэтому ты должен мне, это еще не та любовь. Настоящая любовь, она начинается с желания отдать себя бескорыстно, не требуя ничего взамен. Ширея Читани, Махапрабу, сам Всевышний Господь, который явился в этот мир около 500 лет назад, он говорил, что, о мой Господь, о Кришна, ты навсегда останешься моим певелителем, как бы ты не решил распорядиться мною. Захочешь ли ты прижать меня к своему сердцу, или отвернешься от меня, или растопчешь, или растопчешь меня. В любом случае, ты остаешься моим единственным господином и в жизни в жизни. Поэтому путь преданности это не путь накопления чего бы то ни было. Это не путь накопления денег, это не путь накопления знаний, это даже не путь накопления астетических подвигов или деджеса, или чего-либо еще. Путь преданности он одновременно и прост и сложен. Он прост тем, что это самое естественное для души. Каждая душа по природе своей является частицей Всевышнего Господа, Его слугой, Его служанкой. Но нам мешает наше поверхностное, наше поверхностное эго, ложное эго, которое приучило нас к тому, что мы находимся в центре, мы решаем, мы действуем. И от этого мы сами страдаем, заставляем страдать окружающих. Если мы сумеем преодолеть эту свою ложную склонность, тогда этот путь станет для нас очень прост. Потому что этот путь, это путь не силы, но слабости. Но именно по этому, именно по этой причине путь преданности он очень, он, например, очень открыт и закрыт. Ващитар Махарадж иногда говорил, над нашими воротами вполне можно было бы написать «Добро пожаловать, посторонним вход воспрещен». Или, он иногда пояснял более подробно, «Добро пожаловать в страну, куда посторонним вход запрещен». Нас приглашают в страну, где членом которой может стать каждый. Единственное, что для этого нужно, это желание оказаться там. Но это желание должно быть настоящим. И это желание должно быть не желанием обрести что-то для себя. Нельзя служить Богу для того, чтобы обрести от этого какое-то благо. Это корысть, это противно нашей природе. Шилрупа Бхагасвами, описывая природу чистой любви, писал, что Чистая преданность, чистая Бхакти, чистая любовь к Кришне. Она свободна от любых желаний накапливать что-либо грубое, то, что называется кармой. Она свободна от желания накапливать что-либо тонкое, то есть гьяна, накапливать знания, пытаться разобраться со всем в этом мире, пытаться отречься от всего в этом мире. Это также проявление эгоизма. Она свободна от любого стремления к йоге, то есть стремления слиться с Господом. Чистая преданность, она основана только на одном желании, лишь бы ему, моему возлюбленному было хорошо, лишь бы Кришна был счастлив. Это называется Кришна Ану Шилана. И наши учителя призывают нас в эту страну. И до тех пор, пока мы не сумеем найти в себе силы и вдохновение принять этот путь, одновременно столь простой и сложный, мы не сможем приблизиться к тому миру, даже находясь рядом. Иногда говорят, что есть посольство духовного мира в этом мире. Например, святые места, где сам Господь являл свои игры. Вриндаван, место, где около 5000 лет назад, по нашему будет исчисление, Кришна являл свои игры. Или Навадвипдхам, святые места в Западной Бенгалии, где Шри Читани Мухапрабу, самое недавнее, самое милостью воплощение Господа, около 500 лет назад приходил в этот мир. Но даже оказавшись там, мы не сможем ничего понять или увидеть, если в нашем сердце не будет необходимых качеств. Мы можем приехать туда как обычные туристы и только сегодня читал там ВКонтакте человек пишет «А, Индия очень вонючая страна». Кто-то может быть увидел только это. А кто-то способен увидеть в Индии и ее духовную сторону в зависимости от духовной потребности человека. Поэтому когда у нас рождается настоящее желание прийти к Господу, тогда Господь делает нам шаг навстречу и об этом говорит тот стих, который мы начали. Брахманда Прамиты Кон Бхагья Банджи в Гуру Кришны Прасады Пай Бхакти Латабидж. Когда душа становится удачливой душой, то есть она обретает это стремление, бескорыстное стремление прийти к Господу, тогда по милости Кришны, по милости Гуру, по милости духовного учителя она получает Бхакти Латабидж семя глианной преданности описывает это и говорит, что получив такое, получив это семя в своем сердце, душа должна заботиться об этом семени, поливать это семя лианной преданности для того, чтобы эта лиана росла, потому что духовная жизнь это не что-то, что происходит само собой без наших усилий, усилий необходимы, но в этом то и сложность духовной жизни, что усилия с нашей стороны требуются большие, но мы не имеем права на результат. В обычной жизни все понятно, даже в йоге все понятно, тебе сразу же объясняют, что занимайся йогой, и тогда через полгода занятий у тебя будет гораздо более гибкая поясница или еще что-то у тебя здоровье поправится, или если ты занимаешься какими-то более тонкими практиками, то у тебя ум успокоится, как в йогах с утра Патанджеле сказано в йогах чипта бритти ниродха, что суть йоги в том, чтобы успокоить чипта бритти беспокойство сознания, но на пути бахти, на пути преданности нам не дают таких гарантий и поэтому мы чувствуем такую неуверенность, недоверие, а вдруг обманут, а вдруг не то. Очень сложно идти вперед, когда мы не знаем, когда нам не гарантирована зарплата, когда нам не гарантирован результат и по этой причине наши училия объясняют, что этот путь он одновременно очень прост и очень сложный. Чила Пру Пады иногда говорил так, просто для простых, если мы сумеем быть очень простыми, отбросить свое недоверие, отбросить свою гордость и просто поверить святому духовному учителю, поверить саму Кришне, его словам в Бхагавадгите, в Шриманбхагава, в других писаниях, то тогда мы сможем очень легко и естественно идти вперед. В противном случае мы будем ходить кругом и рядом, можем переслушать много лекций, можем съездить в Индию много раз и так ничего не понять. Поэтому духовная жизнь от нас требует внутреннего процесса. Шилла Шитара Махарадж, основатель нашей миссии, иногда говорил так, главное, на чем следует сосредоточиться, это внутренняя чистота. Внешние правила, они также важны, разумеется, но важнее для человека следить за тем, что у него внутри следи, и за тем, что у него внутри в сердце. То, что называется атмоса микша, самоисследование, заглянуть, посмотреть на себя, насколько я хорошо делаю то, что я должен делать, все ли я делаю, что я должен делать. Подобное самоисследование поможет нам жить духовной жизнью по-настоящему. Так, в двух словах то, о чем я хотел бы сегодня рассказать о судьбе и о духовной жизни. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то я буду рад на них ответить. что приносит человеку деятельность благочестивая, то есть помощь другим всяким благотворительным организациям, допустим, активной, интеллективностью, благотворительной организацией, кормление всяких людей, бомжей, куда-сюда, к чему это приводит? И это можно сказать за духовную практику? Это может быть духовная практика? Как бы отдать свою жизнь на помощь другим людям? В Индии очень любят фразу, я не помню, кто ее первым сказал, очень модная фраза, манова сева, мадова сева, служение человеку есть служение Богу. Эта фраза при всей своей модности, к сожалению, очень ложная, потому что служение человеку не равносильно служению Богу. Служение человеку это хорошо и благородно, это позволит человеку научиться хоть в какой-то степени жертвовать собой ради блага других. Если человек отдает часть своих денег или часть своей одежды, пускай даже лишний, голодным или нуждающимся в одежде людям, это хорошо для него. Вот хотя бы приучиться жертвовать собой ради кого-то, ради людей. Пускай даже эти люди не сумеют оценить должным образом или даже воспользоваться должным образом его горами. Но все зависит от того, что находится в сердце человека, того, ради чего он это делает. Например, Челопраупада в своей духовной организации ИСКОН, он организовал такое явление, как пища жизни. Не знаю, может быть, чуть позже после его ухода. Я не помню, в каких годах оно было организовано, но в его организации есть такое подразделение, называется пища жизни. Они занимаются благотворительностью, то есть покормят голодных, нуждающихся людей, иногда бомжей или бедных людей. В Москве они проводят программы, когда в Чечне была война, они в Чечне кормили, под пулями ходили, добровольцы гибли. Но в их случае, хотя внешне это выглядело как обычная благотворительность, в их случае это было чем-то большим, потому что их главной мотивацией было дать людям возможность соприкоснуться с освященной пищей, с пищей, которая связана с Богом, с единым Богом, которых не может быть два, с единым Богом, который произвел всякого в этом мире. такая пища, которую называют тогда просад или милость Божья, она способна очистить всякого человека. И поэтому, хотя внешне это выглядело как благотворительная деятельность, на самом деле это была форма духовной практики, потому что это позволяло людям соприкоснуться хоть каким-то образом с чем-то духовным, чем-то настоящим. Но если рядом с ними были другие люди, которые тоже раздавали пищу, быть может, под теми же самыми пулями, также искуя жизнью, но просто раздавали пищу, то эти люди, они получали меньшее благо, они занимались мирской благотворительностью. Поэтому есть разные категории людей в зависимости от их устремлений. Можно их назвать карми, гьяни, йоги и бакты. То есть благочестивые миряне, те, кто стремятся жить хорошо, но при этом не обязательно стремятся к чему-то духовному. Таких людей называют карми. Есть гьяни, те, кто насытились попытками найти счастье в этом мире и стремятся отречься от всего в этом мире, завязать совсем в этом мире хорошим или плохим. Есть йоги, те, кто хотят просто слиться со Всевышним Господом, насладиться счастьем, блаженством, медитацией на Него в Сизирсании, его в собственном сердце. Это не сисьбакты или преданные. Ширичи Тани Махапрабху однажды рассказал притчу о том, что в твоем доме, сказал он, сказал он одному человеку, твой отец оставил несметное сокровище. Ты не знаешь об этом, быть может забыл, быть может по какой-то причине тебе, по какой-то причине твой отец не сообщил об этом, но ты на самом деле очень богатый, ты думаешь, что ты бедный, у тебя огромное сокровище, оно скрыто прямо в твоем доме, прямо во дворе твоего дома закопано. Тебе нужно только выгибать его, но только когда будешь выкапывать его, продолжил Махапрабху, будь осторожен и подойди к нему с правильной стороны. Я бы объяснил, что такое правильная сторона, говорил, не пытайся выгибать это сокровище с западной стороны. Карма это попытка опираться на принцип причинно-следственной связи, то есть я делаю хорошо, мне будет хорошо, но каждое действие влечет равное противодействие, поэтому неизбежно ты запутаешься в последствиях своих поступков и в итоге запутавшись ты так и не найдешь до этой цели, так и не дойдешь до этого сокровища, сказал Махапрабху, поэтому не пытайся подойти к высшей цели жизни, к этому сокровищу своего сердца, которое символически он объяснял, как сокровище закрытое во дворе путем кармы, но далее он предупреждал, не пытайся также подойти к этому сокровищу с северной стороны, со стороны гьяны, со стороны медитации, со стороны стремления к освобождению из этого мира, потому что в этом случае этот страшный призрак безличного саматхи захватит тебя, проглотит тебя, и ты потеряешь свое собственное яд, ты растворишься в нем, кто тогда придет в сокровище? Ты погибнешь, это духовное самоубийство, поэтому не пытайся идти путем голого отрешения, путем просто отрешения от всего, забыть обо всем в этом мире, это тоже не поможет. Голида, он сказал, не пытайся подойти к этому сокровищу с южной стороны, с пути, с пути йоги, потому что путь йоги, он связан с манипуляцией энергиями, в том числе тонкими энергиями, своего тела, окружающего мира, и, манипулируя этими энергиями, ты обретаешь особые силы, которые иногда называют ситхи, мистические совершенства. Ты учишься ходить по воде, некоторые умеют даже летать, двигаться по лучам света, становиться невероятно легким или невероятно тяжелым, уменьшаться, увеличиваться, переносить предметы из далеких пространств к себе, называется прапти-ситхи, когда только подумал, что вот, ой, новый телефон забыл, раз, так, прапти-ситхи, раз, переходим к руке, удобно. Когда человек пытается практиковать йогу по-настоящему, не говорю о том, чтобы раз в неделю ходить, просто в глядинь завязываться, на чем-то более чрезвычайно. Тогда он обретает эти способности, и эти способности, говорит Махапрабу, они отвлекут тебя. Ты крошечная душа, ты не в состоянии устоять перед такими огромными соблазнами, эти соблазны отвлекут тебя от твоего сокровища, и ты соблазнишься, отвлечешься на что-то второстепенное, на что-то незначительное. Но обратись к этому со стороны Востока, со стороны Бахти, со стороны преданности, с Востока, приходит Солнце с Востока, восходит Солнце Господа в нашем сердце. Обратившись с этой стороны, мы можем спокойно прийти к этому сокровищу, которое уже скрыто в нашем сердце. Наш Гуру Дэв говорил, приезжая в разные страны, что я приехал к вам сюда не для того, чтобы дать вам что-то чужое, индийское. что это за индийская религия, зачем нам украинцам, или нам австралийцам, или нам русским, или нам еще кому-то. Индийская религия, это не индийская религия, это истина. Просто так уж получилось, что в Индии она сохранилась наиболее хорошим образом, но сама эта истина, она не касается национальности, пола, даже религиозной принадлежности человека. Если мы сумеем раскрыть этот внутренний талант в себе, Города говорит, я пришел для того, чтобы помочь вам раскрыть сокровища, которые уже есть в вашем сердце. Не только чтобы дать что-то чужеродное, эта склонность любить Бога уже есть в вашем сердце, и раскрыв ее, вы обретете величайшее счастье. И когда эта склонность у нас раскрывается, тогда мы теряем интерес, нам становится не так интересно стремиться к чему-либо еще. До этого человеку хочется, ему интересно, ой, стану-ка я великим благотворителем. Но обычно это желание основано не на желании просто бескорыстно помочь другим, а на желании прославиться, пускай даже перед самим собой, зауважать себя. А научусь-ка я помогать другим, но на самом деле человек хочет не помогать другим, а уважать себя за то, что он такой бескорыстный, такой продвинутый. Это опять же форма гордости. Но когда в Сириоан Бхагаватах есть стих когда человек видит, что Кришна является первоисточником всего, что Кришна является владыкой всего, ему принадлежит, он управляет всем, я принадлежу ему, все мои усилия принадлежат ему, все окружающие люди принадлежат ему, тогда в сердце разрубаются все привязанности, все сомнения, тогда в сердце восходит то самое солнце, о котором говорит Махапрабху, солнце, которое приходит с востока. А до тех пор мы будем во власти этих менее значительных желаний прославиться как благотворители или помогать людям в чем-то незначительном. Шилачтар Махарадж однажды приводил такой пример, когда ему задали вопрос в лоб о том, а почему вы не занимаетесь благотворительностью? Вот вы здесь сидите о Кришне рассказываете, приходят люди, тратят на это время и силы, почему вам вместо этого не заниматься раздачей одежды или пищи нуждающимся? Он по-разному отвечал на этот вопрос. Однажды он ответил так. Представьте себе, что есть два приюта для собак. В одном о собаках заботятся очень хорошо. Там собак кормят, поят, причёсывают, выгуливают. В результате собаки становятся очень счастливыми собаками. У хозяев нет никаких претензий. А в другом приюте собаками обращаются иначе, не совсем понятно, в чем именно иначе, но что-то с ними делают, что эти собаки превращаются в людей. Какой из приютов лучше? Сделать собаку счастливой собакой или сделать из собаки человека? В духовной жизни это возможность сделать из материального человека единицу духовного, духовное существо. Высшая ценность. Высшая ценность. Да. смотря с чьей точки зрения. С точки зрения вечности, с точки зрения Господа и его преданных. Поэтому преданных Господа иногда называют чентамани или философским камнем. Именно по этой причине. Философский камень, как говорят, он способен перерокить золото, все к чему прикасается. Также и преданные, святые, когда с ними соприкасаются, даже совсем, может быть, человек, не желающий духовной жизни, соприкасаясь с ними, он может этим вдруг заразиться, вдруг почувствовать в своем сердце какое-то стремление и преобразиться. А физические чентамани, которые способен превращать материалы в золото, говорят, у одного из святых нашей линии у Санатаны даже был такой чентамани, был такой философский камень. И один человек, который поклонялся, если не ошибаюсь, Господу Шиве, однажды Господь Шива пришел к нему во сне и сказал, что вот, и сказал, что ты хочешь получить философский камень, я скажу тебе, у кого он есть. Он есть, у Санатаны и Гасам, он живет там-то, там-то. Побрался, о, здорово, богатым стану, все будет, все будет хорошо. Пришел к Санатаны и спрашивает и вот мне сказали, что у вас есть философский камень, там некоторые способят превратить любую, любую вещь в золото. А, ну да, где-то, посмотри, вот там, в углу комнаты куча мусора, тряпок старых, кажется, где-то там валялось. Тот покопался, покопался, нашел, ух ты, здорово, философский камень, здорово. Что можно взять? Да, бери, бери, пожалуйста, надо. Бери, таково, здорово, спасибо. Ушел. Но уйдя, какое-то время спустя, он вдруг подумал, что-то он слишком легко с ним расстался. Как так? Ни один нормальный человек не расстанется с такой огромной драгоценностью. И тогда он вернулся к самому написанию и спросил, скажите, господин, вы так легко расстались с этим камнем, быть может, у вас есть что-то более ценное, почему этот камень для вас не оставляет никакой ценности? Тогда сам Александр сказал, да, есть что-то более ценное, бесконечно более ценное, святое, Кришна. И он дал посвящение человеку инициацию в повторении Харе Кришна Махамантры. И тогда тот человек также осознал бессмысленность поисков счастья в этом мире. Пытаться набрать золото или любых других предметов, что все это с собой не заберешь. издав и идет спор с незапамятных времен между вайшналами и шиваитами о том, кто круч, Кришна или Шива. Кришна или Крошная, Кришна или Шива. И иногда приводит такой довод, ну посмотрите, Шива, он такой добрый, милостивый, его же легко умилостивить, его преданные с легкостью обретают богатство или любые другие плоды, которых они прочат от него. Даже хотя сам Шива, он отрешен от мира и не привязан ни к чему, он всегда находится в горах, медитирует на кого-то. А Господь Вишну, хотя он находится всегда в окружении богини Лакшми, но его преданные, они обычно страдают от нищеты. Чаще всего бывают исключения, но как правило преданные Кришны не очень счастливы в материальной жизни, не очень счастливы во внешней жизни. И этот вопрос обсуждается в Шриман-Бхагаватах и там когда этот вопрос однажды задали даже самому Кришне, Кришна был очень счастлив этого вопроса и сказал на самом деле когда я особенным образом благоволю кому-то, тогда я отбираю у этого человека все, все материальное. Он теряет все в этом мире. И тогда когда человек теряет все в этом мире, у него не остается иной надежды, он перестает надеяться на кого-либо еще, его оставляют родственники. Челок Паупада о себе рассказывал этот стих, применяя к себе, он говорил, что когда-то я был прислывающим бизнесменом, я много кому был нужен, потом, когда у меня не осталось ни копейки денег, все, что осталось от моей бывшей семьи, это только длинный список имен. Все отвернулись от меня, я никому не был нужен, когда я стал нищим. И тогда, когда такая душа предается, когда такая душа понимает, что ни на кого в этом мире и положиться нельзя, тогда она предается Господу. И тогда она покидает этот мир навсегда, потому что обретает привязанность к Господу, тогда обретает настоящее счастье. В то время, как так называемые благословения Господа живы, любви, полбогов, они иногда оборачиваются только проклятием. Как история демона Врика его звали, который попросил Шиву, чтобы Врика, он поклонялся Господу Шиве, совершать страшные эскезы. В какой-то момент он начал даже совершать такие страшные методы поклонения, как отрезать куски собственного мяса и предлагать их в жертвенный огонь, чтобы Господь Шива их принял. В какой-то момент он был в полном отчаянии, готов был уже свою собственную голову отсечь жертвенным мечом, чтобы только милостью Шиву. Тогда Шива появился, остановил, схватил его за руки. Стой, стой, подожди, подожди. Все хорошо. И не нужно было идти на такие страшные жертвы. Мне достаточно просто поднести немного воды с преданностей и все хорошо. Я не требую таких страшных таких страшных методов поклонения. Ну, так или иначе, скажи мне, чего ты хочешь? Говорит, я хочу, чтобы любой, кому, если я прикоснусь к голове кого-нибудь, чтобы эта голова взрывалась. И Шива такой, с небольшой ухмылочкой, как будто бы, кому-то бы дает что-то, что-то, что не спасет человека. Сказали ему, ну ладно, хорошо, благословляет. Но это не из правила природы демона, и он тут же желает проверить благословение Господа Шивы, потянулся к голове самого же Господа Шивы. Желает проверить. Теперь-то я могучий, теперь я всякому могу убить. Ну-ка, Господа Шивы смогу. Шива испугался, начал убегать оттуда, убежал, а убежал аж на саму Вайкунху, в обитель Господа Вишну. Господь Вишну, видя все, находясь в сердце Кардова, зная все, что происходит в этом мире и за его пределами, он знал о происходящих событиях и принял облик юного брахмачари, изучающего духовное знание. И так он встал, оказался на пути этого самого демона. Кажется, его звали Брика. И встав у него на пути, он обратился к нему очень красноречиво, приятными словами. О, путник, ты должен быть устал, дай передохнуть своему телу, потому что только благодаря телу мы можем врести что-либо в этом мире. И тот прислушался к словам Господа, тот умел красиво и изъясняться. Остановился, а потом тот расспросил его, расскажи мне, дорогой путник, куда путешь, что такое. И тот рассказал ему всю историю о том, что происшло. На что Господь Вишну, который был в облике этого, юного правомачария, говорит ему, ну, Господь Вишну, разве им можно верить? Ну, ты же знаешь, что иногда его преданные переживают очень страшные события. Например, те же самые преды, преды и пешачи, кажется, каких-то два, каких-то два древних племени, они стали его преданными. Но даже они были прохнеты так же и в результате превратились в плодоядных призраков, каких-то непонятных призраков, каких-то зверей. Поэтому я бы на твоем месте не стал бы верить Госудушеве. Если ты думаешь, что в его словах есть хоть какая-то правда, ну, прикосни к своей собственной голове, ты увидишь, что ничего не произойдет, ты увидишь, что все будет в порядке. И так, запутавшись, этот демон прислушался к совету Господа, прикоснулся к своей голове, и его голова немедленно взорвалась. Поэтому в этом случае благословение Господа Шивы. Он получил, конечно, это демон благословение, но это ему не очень помогло. Почему? Потому что его сердце было отнюдь нечисто. Чистое сердце. Поэтому Шилла Шитарма Хараджи подчеркивает, важна, в большей степени нам следует волноваться о внутренней чистоте. Это самое главное. О том, что устраивать внешнее шоу чистоты это нормально, говорит он. В этом нет ничего страшного. Он говорит, но все-таки главное внимание отправляйте на внутреннюю чистоту, следите за собой. Есть ли еще вопросы, замечания, комментарии? Человек, ты говорил, что это настоящее, или может раскрыть совсем? Ты так вкоре сказал, упомянул, что там эго, оно есть еще и настоящее, что такое, если я правильно послышал. Я чувствую себя неудобно немножко, когда я один рассказываю, потому что у нас здесь Макачор в правом брахмачаре. Макачор, может быть, ты, хочешь ответить? Я чувствую себя правда неудобно присутствовать. Задали вопрос вам. Я задал вопрос, либо Макачор вы продумали чай, либо что-то вы крышнее продумали. Вы упомянули, вы сказали, что есть подлинное эго, но это уже другая история. Да, да, да. Вот мне интересно, что ты пропал. Мне тоже стало интересно. Сейчас вот как раз хороший вопрос думаю, сейчас услышим. Пусть хороший. Очень хороший. Извините. Не, не, все хорошо. В беседе Махапрабу и Санатаны Гасами Санатаны Гасами задает Махапрабу вопрос, кто я такой и почему я страдаю? И Махапрабу отвечает ему, дживиры сварупи ходят и нитера Кришна даса Кришны рататаса шахте беда пракаш. Природа сварупа каждой души всякого живого существа это слуга Кришны. Это и есть наше настоящее эго. Любое другое представление о себе не слуги Кришны, а не важно мужчины, женщины, мудреца, дурака, менеджера или уборщицы. Ничто не спасет. Потому что все это ложное эго. Ложное представление о себе. Чиласарасвадид Акура однажды давал такое интересное определение греха. Он говорил, грех это то, что неестественно. Так вот, для души неестественно быть кем бы то ни было, кроме слуги Кришны, кроме слуги Всевышнего. Душа предназначена для этого. Поэтому, когда мы пытаемся заниматься чем-либо, кроме служения Господу, мы, по сути, идем против своей природы. Понятно, что во всем есть градации, бывают более благочестивые грехи, бывают более греховные грехи. Понятно, что быть чистым, благородным человеком это лучше, чем быть опустившимся грешником или алкоголиком. Хотя все зависит от того, что внутри сердца у человека, потому что в писаниях есть истории того, как даже люди очень низко опустившиеся, низко павшие по всем внешним параметрам вдруг становились святыми. Вспоминается история, например, автор романы Вални Кимуни. Он в свое время был разбойником на большой дороге. Сам настоящим грабил, убивал людей. Однажды он встретил, не ошибаюсь, того самого Народу Муни. И Народа, встретив этого бандита, сказал ему, подожди, дорогой человек, я дам тебе исполнить все, что ты хочешь, но прежде, пожалуйста, ответь на мой вопрос. Ты убился? Ну ладно, хорошо. Поэтому была его ошибка. Он позволил Народе заговорить. Так или иначе, Народа ему спросил, скажи, уверен ли ты, мой дорогой бандит, что те, ради кого ты занимаешься, промышляешь этим бандитским ремеслом, твои жена, дети, что они согласны понести вместе с тобой наказание, разделить вместе с тобой последствия того, что ты делаешь? То ты думал, ну да, конечно, наверняка, ну как я же только ради них делаю, это же, ну просто ремеслоу мне такое, я же должен заботиться, там, жена, дети. Но все-таки он засомневался в этом и спросил жену, дорогая, скажи, ты же, наверное, догадываешься, что я приношу деньги не просто так, да, там, деньги, цены, предметы, наверное, догадываешься, чем я промышляю, ты, готова вместе со мной потом, ну за это оплачиваться, нет, нет, дорогой, извини, но я твоя жена, но это твои проблемы, чем ты зарабатываешь, чем ты зарабатываешь на жизнь. Я не согласна, я это не подписывал, тогда он обратился к Нарадимуне о том, что же мне делать, Нарадимуне объяснил ему, что только начав жить духовной жизнью, ты сможешь избавиться от всех последствий своих прошлых грехов и впоследствии тот самый, кто был раньше бандитом, Валмике Муни, он начал заниматься аскезами, посвятил себя духовной жизни и в итоге обернулся великим святым Валмикой, который записал позже Ромаин, или другой случай, когда тот же самый Нарадамуне, вселенский провокатор, однажды встретил мудреца в лесу, да, эту историю Аудут Махарад есть рассказывал, вкратце только перескажу в двух словах, что он видел, как животные в лесу были тяжело изранены, были на последнем издыхании, но не убиты, кто-то как будто бы специально мучил их, добивал их вот до той степени, чтобы оно вот мучилось, уже было не в состоянии, точно не выжило, но не убивал. Он удивился, это вот там переломанные руки, переломанные лапы, там у животных, да, переломаные, переломан хребет, но не мог понять, в чем дело, он нашел этого охотника и сказал, дорогой охотник, почему ты так поступаешь? Меня так научил мой отец, но разве не знаешь, что это очень жестоко? Не знаю, меня мой отец так научил, я не знаю никакой другой жизни. Неужели ты не знаешь, что ты будешь вынужден, что ты будешь вынужден отвечать за все это? Сила судьбы, она заставляет каждого испытывать последствия своих поступков. Сейчас ты убиваешь и мучаешь этих живых существ, этих животных. Позже они будут убивать и мучить тебя? Неужели ты не понимаешь этого? Тот охотник вдруг задумался, да, и правда, наверное, правду говорит святой человек. Может быть, что же мне тогда делать? Повторяй святые, повторяй святые имена Господа. Займись повторением святых имен Господа, посвяти себя духовной жизни и оставь все прошлое, что ты делал в прошлом, забудь. Немедленно оставь. Ну как же так, я не умею ничего делать, кроме как убивать животных и продавать их мясо? Не волнуйся, Господь и тебе позаботится, я обещаю тебе. Таково мое благословение тебе. И тогда он, тот охотник, сломал свой лук немедленно, отправился вместе с женой, переехал в другую жену, и там они занимались, занялись духовной практикой, стали повторять святые имена Господа. И слухи об этом в удивительном преображении разнеслись, и все люди стали приходить к ним в гости посмотреть, что такое, что за диковина. Тот, кто раньше был известен как невероятно жестокий охотник, вдруг обернулся великим святым, люди приходили к ним, иногда приносили рис или какую-то другую еду. Таким образом, они могли просто благодаря духовной жизни, духовной практике поддерживать себя. какое-то время спустя, на родом уни, вместе с моим другом, Парвата и Муни, снова пришел к ним. И спросил его, все ли у тебя хорошо? Да, Гурудаев, я очень счастлив видеть тебя, очень счастлив видеть твоего друга, Парвата и Муни. У меня все хорошо. Есть ли у тебя какие-то проблемы или беспокойства? Ну, пожалуй, только одно. Той еды, что мне приносят слишком много для меня и не в состоянии съесть. Мне приходится переедать, я не успеваю все раздать. Поэтому, пожалуйста, благослови меня, чтобы мне жертвовали еды ровно столько, сколько я могу сам съесть. Ну, там я и моя семья. Ну, да будет так. То есть, еще один пример того, как тот, кто с внешней точки зрения был очень низок, внутренне был, внутренне преобразился и стал святым. Поэтому быть святым это не какое-то внешнее положение. Это иногда это совсем незаметно внешне. Шила Гурудеф рассказывал еще одну историю, еще более экстремальную, потому что здесь речь о прошлом идет, о том, что в прошлом человек был грешником, а сейчас стал святым. Однажды один брахман, очень образованный, религиозный человек, шел по рынке и увидел, проходил мимо лавки мясника, и вдруг увидел, что на весах в качестве одного из камней, для того, чтобы уравновешивать в качестве одного из весов, в качестве одной из гирек, он использует шелограмма шилу. Шелограмма шила – это особый облик Господа, особая форма божества Господа, нарайонная, которая требует особо строгого поклонения. Иногда говорится, что если человек неправильно поклоняется шелограмма шили, то Господь может очень разгнился на него, это требует особой чистоты. И этот брахман, увидев такое богохульство, святотатство, он был возмущен, ему было больно в сердце, он обратился к этому охотнику, продавцу мяса, «Ты что делаешь? Разве ты не понимаешь, что ты делаешь? Это же сам Господь шелограмм шила. Ты сам не представляешь, какие страшные ады и мучения тебя ждут в будущем. Пожалуйста, прошу тебя, добрый человек, отдай мне этот камень, чтобы я смог, я попытаюсь искупить твои грехи за тебя, я пытаюсь вымолить прощение у Господа за тебя». Тот, будучи простым человеком, отдал ему этот камень, да, пожалуйста. Святой человек просит, да, брахман, наверное, знает, что говорит. Отдал ему, брахман пришел домой, начал исполнять все необходимые ритуалы, омовение, питью благоприятными видами жидкости, там, вода, молоко, мед, ги, все необходимые мантры, ритуалы, все сделал, все, чтобы Господа шелограмм шилу, Господа на рай, на умилостивить. Но во сне к нему пришел сам Господь и сказал, «Ты что творишь? Ты что творишь? Ты не знаешь этого? Но тот охотник, тот, кто для тебя вылик, как охотник, на самом деле мой великий преданный». И я был очень счастлив кататься на его весах. Мне было там очень хорошо, «Пожалуйста, верни все, как было». И тут Браман вернул с извинениями эту шелограмм шилу обратно тому охотнику. Поэтому не всегда внешний и внутренний статусы совпадают. Иногда тот, кто выляет очень незначительно, может оказаться очень важным. Есть еще одна история о поклонении, история из Махабараты, история из Игоря Господа Кришны и Пандавов, когда для того, чтобы Ютхи Штира официально стал Махараджем всей Вселенной, было необходимо завершить Ягью. Завершение этой Яги, церемой жертвоприношения, означало, что должен, что подвесили специальный колокол, и если все правильно совершено, то в конце, по завершении Яги, этот колокол должен был зазвонить сам собой. Никто его не дергал, просто сам колокол должен был начать издавать звуки, и звонить. И в конце, по завершению всех церемоний, накормили всех вайшнавов, пригласили всех преданных, устроили роскошный пир, но колокол так и не зазвонил. Все были удивлены, и обратились к Кришне. Кришна, расскажи нам, это же ты нам все посоветовал, рассказал, что вот колокол должен был сам зазвонить, в чем дело? Тот сказал, ну, вероятно, не была совершена, должен образом, вайшнава Сева, служение вайшнавам. Наверное, какого-то вайшнава забыли удовлетворить, когда совершали свое служение, что приношение, каким-то образом они узнали о том, что там есть. Оказывается, есть еще один вайшнав, на котором никто особо не думал, он был скромным, сапожником, жил себе спокойно, в бедности, но предпочитал быть подальше от всех царей, и всего, что с ним связано, но он был преданным, он был вайшнавом. И тогда панды, вы поняв, что ошибка была, оказывается, в том, что мы ему не позвонили, не пригласили его. Инвайт не прислали. Да, инвайт ВКонтакте не прислали. ВКонтакте пять тысяч лет назад. Они пришли к нему, да, со всей своей свитой, на всех своих колесницах, охотом, дорогой вайшнав, пожалуйста, просим тебя, приди от обеда и в нашем, приди от обеда и в нашем борце. Тут немножко испугался, но согласился, хорошо, ладно, если царь прочит, как я могу отказать. Согласился, пришел. Жена пандов, царица, царица Кунтия, не Кунтия, вроде Марью вроде. Драупади, да, жена пандов, царица Драупади, она приготовила все лучшее, все лучшее, на что было способно, приготовила там роскошные карри, особые блюда, разложила все это на тарелки и пригласили этого вайшнава, он скушал, шел, колкал, так и не зазвонил. Что такое? Непонятно. Опять Кришну спрашивают, ну что такое? Ну, обещал же, что такое? Говорит, наверное, совершили какую-то аппаратку, какое-то оскорбление, наверное, что-то было не так в обращении с этим вайшнавом. Подумайте, может быть, кто-то в уме что-то подумал или что-то, еще какую-то ошибку совершил. И тогда Друпади призналась, да, я вынужден признаться, что это моя вина. Я приготовила для него все лучшие блюда, все самые лучшие, изысканные карри, но он, будучи из бедной семьи, будучи незнаком со столь роскошными, красивыми блюдами, он смешал все эти карри в кучу и съел это все как одну массу, как так можно? Я подумала, как ужасно, он не умеет правильно есть. Наверное, это я виноват. Тогда они поняли, что надо повторить все заново, опять, Друпади, приготовила все блюда, пригласили этого вайшна, он пришел, когда он принимал каждый кусочек, колокол звонил. Потому что теперь вайшна васява была совершена. Поэтому тот, кто был внешне очень бедняком, незначительным человеком, без него махараджи-хишкира не мог стать махараджем. Поэтому не всегда внешние и внутренние положения совпадают. Нужно смотреть, что внутри у человека. И поэтому наш Городев всегда подчеркивал, что мы не в состоянии понять, кто, насколько является вайшнамом преданным. И это одна из причин, почему мы выражаем почтение всем и каждому. На всякий случай. потому что человек может оказаться вайшнам, а ты думал, что я такой-то там нищий на улице. Ты не принебег. Можно спросить? Да. Вы говорили про служение Богу, то, что все поступки, все наши действия должны быть направлены на служение Богу, там, никому-то. Вот. Ну, допустим, вот ради людей, которым мы что-то, допустим, там делаем. В каждом человеке живет частичка Бога, частичка Абсолюта, но та же самая душа. Вот и в нас самих. Разве делаешь что-то для себя, для своей души, для своих близких, ну, просто для любого человека, в которых есть частичка Абсолюта, вот эта душа, делая какие-то благостные поступки, это ведь тоже получается своеобразное, ну, не своеобразное, это прямое служение Богу, правильно? Это служение частички Бога. Совершенно верно. Точно так же, как если кто-то возьмет мою фотографию и начнет заботиться об этой фотографии, при этом отвернувшись от меня, то это будет поклонение моей фотографии, но не мне. Да, это и фотография до какой-то, ну, в каком-то смысле моя частичка, да, мое изображение. Но это не все. То есть служение близким, это благостные поступки, это не служение Богу, получается? Ну, как-то должно быть тогда умонастроение, чтобы... Это служение маленькой частицы Бога, при которой мы произвольно, по собственному выбору выбираем, что вот этой частицы Бога я хочу служить, а вот всем остальным миллиардам и триллионам частичек Бога, которые есть в каждом насекомом, в каждом животном, не говоря уже про людей, им я служить не буду. Мне нравится вот эта частичка Бога. То есть это какое-то служение Богу, но это не полноценное служение. Ну, даже выбирая себе семью человека, допустим, создавая свою семью, он же тоже кому-то определенному получается, каким-то определенным людям отдает больше, да, совершенно верно. Поэтому не следует путать семейную жизнь и духовную жизнь. Семейная жизнь может благоприятствовать духовной жизни, но нельзя заменять, нельзя думать, что просто исполняя свой семейный долг я буду автоматически жить духовной жизнью. Реально. Так не получится. Каким-то тогда должно быть умонастроение, вот чтобы совершать любые дела, там, и в семейной, и в профессиональной, ну, в различных сферах жизни, чтобы при этом совершать хорошие поступки и одновременно служить Богу, ну, чтобы достигать. Для этого нужно по-настоящему, реальным образом видеть Бога во всех и в каждом. А это признак святого высочайшего порядка. Если бы я достиг такого уровня, то я бы вряд ли работал. Ну, или там, стремился, к устроению своей семейной или какой-либо еще профессиональной любой другой жизни. То есть, такой уровень сознания возможный, существует, но те, кто на нем находятся, их называют Махабхагаватами, величайшими святыми. Они видят Кришну во всем и все в Кришне. Для них нет вопроса, кто является частичкой Кришны, кто не является. Это путь такой одиночества, ну, а у меня ведут такое внешнего мира больше, да? Когда ты только на духовном сконцентрировался? Тот, кто понимает ценность духовного пути, он автоматически, чем ближе человек к востоку, тем дальше он от запада, чем ближе человек к Богу, тем дальше он от всего, что отделено от Бога, в том числе от всего этого мира. До тех пор, пока у человека не возникло такой глубокой привязанности к Богу, ему следует идти постепенным путем, то есть не пытаться за один прыжок перепрыгнуть весь океан материальной иллюзии. От этого Махабхагаву предостерегал. Даже своему близкому спутнику Рагунахту даже с вами сказал, не пытайся убежать из дома, по крайней мере пока, не пытайся перепрыгнуть океан иллюзии в один прыжок. Придет должное время, Кришна прольет на тебя милость, и тогда к тебе придут все возможности, все возможности, а пока оставайся дома и исполняй все свои обязанности. Хотя тот изо всех сил хотел убежать из дома и быть всегда только рядом с Махабхагаву, рядом со своим господином. Но даже находясь в этом мире, мы можем помнить о том, что даже наши близкие, они являются слугами Бога, даже если они сами этого не понимают. И вот это правильное отношение видеть не частицу Бога, а слугу Бога. Потому что такое понимание уменьшит нашу склонность их эксплуатировать. Однажды Гауруки Шорт, Азабжи Махараджи, когда ему, когда давал наставление своему ученику, который собирался жениться, он сказал ему, тебе следует всегда одевать свою жену как гопи, пастушку, возлюбленную Кришны. И заботиться о ней соответствующим образом. Таким образом, ты всегда будешь помнить, что она предназначена для Кришны, для того, чтобы Его радовать, а не для того, чтобы только меня радовать. И это уменьшит или позволит тебе сдержать свою склонность эксплуатировать ее, которая у нас настолько глубоко в нас лежит, что нам нет необходимости помогать своей склонности эксплуатации. Это у нас автоматически само происходит. Поэтому нам следует сдерживать свою эксплуатацию, а не наоборот. И лучший способ это понимать, что все принадлежит Кришне. В том числе мой муж принадлежит Кришне, моя жена принадлежит Кришне, мои дети принадлежат Кришне. Мне лишь временно доверили заботиться о них. Ну, если получится мотивация любых поступков направлена на достижение какого-то результата, то это уже грех, потому что это не служение Богу. То это не высший пилотаж. Это лучше, чем ничего. Позавчера в своей наде, да, этот стих. Акама сарву каму ва мокша каму удар отхих тиври на бахти йоги наа. Опять забыл последнюю строку. Кришна говорит, что если ты свободен от всех желаний или ты переполнен всевозможными желаниями или у тебя есть только одно желание достичь освобождения, в любом случае прими путь бахти, бахти йоги, поклоняйся Кришне. Потому что если у кого-то что-то просить, то лучше у него. Даже если это желание не вполне совершено. Или однажды расскажу историю, Гасвами Харадж рассказывал, когда он был еще юным Брахмачарей, только присоединился к движению сознания Кришны, это было еще в Америке в конце 60-х годов, может быть в начале 70-х, скорее начало 70-е уже, он присоединился, когда Шилапурупады, то есть основателя миссии, в то время не было. Он долгое время не мог его увидеть, хотя знал его книг, читал что-то. И тут наконец-то Парупады приехал, вот, наконец-то будет его лекция вечером, как здорово, все такие возбужденные, радостные, наконец-то мы его увидим. И он в это время был на кухне, помогал, то ли мыл котлы, то ли еще что-то, вместе со своим другом. И этот друг вместе, они там мыли, мыли котлы, и вдруг этот друг говорит, я не могу пойти на лекцию Шилапурупады. Как, почему? Я слишком грязный. Гаслай Махарадж задумался об этом и сказал ему, как так? Если ты слишком грязный, то как ты надеешься очиститься, если ты не будешь слушать лекции, если ты не будешь жить духовной жизнью, в частности, слушать лекции Шилапурупады. То есть, идея не в том, чтобы сначала стать совершенным и чистым, а потом начать жить духовной жизнью, а наоборот, нужно начать жить духовной жизнью с любого этапа, на каком бы этапе мы не находились, а потом постепенно в процессе духовной практики наши желания становятся лучше и чище, неправильные желания нас оставляют, правильные желания рождаются и усиливаются. Поэтому не нужно ждать пока там, ах, я не в состоянии заниматься чистым бредным служением, поэтому вообще ничего делать не буду, лучше буду честным материалистом. Это не вполне искреннее настроение, потому что во всем есть градации духовной жизни в том числе. Высший идеал очень-очень высок, и мы должны помнить об этом, но на то он идеал, чтобы быть для нас своеобразным ориентиром или эталоном, мы на него подстраиваемся, как путеводная звезда, ведь может мы до этой звезды и в этой жизни не дойдем, она слишком далеко от нас, но мы движемся в этом направлении, если мы сдвинемся, если мы этот эталон сейчас для себя сдвинем хотя бы там на десятую долю градуса, это приведет нас к отклонению на тысячи километров в итоге, когда мы пройдем свой путь. Поэтому наши учителя всегда были очень бескомпромиссны в высоте идеала, в чистоте нашей цели, а в практическом применении, в том, что сейчас человек делает, в этом они допускали достаточно большие вольности, лишь бы это помогло людям приблизиться к настоящему идеалу. Однажды в, когда это было где-то в начале или в середине 20-го века, в начале 20-го века Шиласарасвадий Дакур, великий духовный революционер, реформатор, хотел открыть духовный центр, чтобы там было общежитие для студентов, которые могли бы там недорого жить, и также в этом помещении, чтобы проводить духовные программы, чтобы у людей были возможности получить духовное общение, что-то узнать о духовной жизни. И в какой-то момент Сарасвадий Дакур сказал, быть может, мы даже разрешим им, мы организуем доставку им еды из ресторанов, а это сначала мясную еду, которая, с точки зрения духовного человека, это крайний грех. Для любого, кто знаком, с идеями байшнавизма или духовной жизни, тот знает, что мясная пища крайне неблагоприятна для духовной жизни. И Шилачитар Мухарадж, услышав такое предложение своего учителя, был в шоке, он был поражен. Как так? Сарасвадий Дакур, учитель, и он говорит о том, что мы позволим людям, этим студентам в живущем общежитии питаться мясной пищей. На что Сарасвадий Дакур ответил, ему было достаточно сказать двух слов, чтобы объяснить все Шилачитару Мухараджу. Эти два слова были вайкундхавритти. Шилачитар Мухарадж говорит, что когда я услышал эти два слова, мне все сразу стало ясно моментально. Вайкундхавритти означает бесконечно широкий подход. Средства могут быть любыми, лишь бы цель была чиста, лишь бы цель была совершенна. Если кто-то будет есть мясо, но несмотря на это будет слушать что-то, а Господи будет соприкасаться с духовной жизнью, то это будет благо для него. И наоборот, даже если человек вегетарианец, но при этом он не слышит в своей жизни ничего о Господе, то его жизнь немногим лучше по сравнению Бхагаватом с его дыханием, немногим отличается от дыхания мехов. Ну, то есть, его жизнь не такая уж и живая, иначе говоря. В самом начале Щелчима Бхагава там есть интересное утверждение. Любой долг, любое следование долгу человека должно приводить к усилению желания, к тому, чтобы у человека появлялось желание слушать о Кришне. Если этого не происходит, то чем бы человек ни занимался, он пустую тратит свое время. Даже если он живет очень правильно. Поэтому это наше главное мерило. Если у человека появляется или усиливается желание слушать о Кришне, то что бы он ни делал, он что-то делает правильно. И наоборот, даже если он следует всем формальным ведическим правилам, если он очень чист, если он вегетарианец, следует всем четыреховрегулирующим принципам и прочее, 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 но при этом он теряет желание слушать о духовной жизни, слушать о Господе, то значит, что-то он делает не так. Есть ли еще вопросы? Замечания, комментарии? Может, Мукаченко добавишь? 20,49. Цены на дополнение. 9,49. Нет, все, я не знаю. Об этом можно много говорить, прям до утра следующего дня и следующей недели. Действительно, да. Когда мы слушаем о Господе, наша сущность, мы приобретаем потенциал стать вечной, вечной слугой, не просто быть как сегодня, но есть люди, которые преисполнены ложными идеями, и ложными представлениями о том, как устроен этот мир. А когда мы слушаем о Господе, постепенно эти все оболочки, они разрушаются, все эти представления, они трансформируются, потому что этот процесс, он постепенный, невозможно сразу стать святыми, невозможно сразу стать кристально чистыми, будучи грязными. На это нужно какое-то время. И я даже слышал однажды от наших проповедников, Шилашадаша, Прабу, Байшноб Махарадж, он ушел сейчас из этого мира, но он говорил, он говорит, не важно, когда я приду, важно, что я встал на этот путь. И по нему уже и был. И, то есть, действительно, удача, с которой мы соприкоснулись, то, что мы имеем возможность слышать о Кришне, думать о Кришне, общаться с теми, кто поглощен с мыслями о Кришне, у нас есть возможность стать такими же, такими же бафи-йогами, так сказать, трансценденталистами, потому что, если мы хотим понять искусство, что такое живопись, то нам нужно общаться с художником, если мы хотим понять, что такое музыка, нам нужно общаться с музыкантами, а если мы хотим понять, что такое полное ведическое знание, то нам нужно общаться с теми, кто его практикует и трактует правильным образом. И сегодня, помимо Шилы Гуру Дева, помимо Шилы Абадуты Махараджи, есть возможность услышать то, что правило. Потому что, по крайней мере, я вижу его как продолжение Шилы Гасвами Махараджи. Шилы Гасвами Махараджи прошел огонь и воду, он пережил трех гуру. Шилы Бхатидат Ислам, Прохупат, потом Шилы Сидар Махараджи, потом Шилы Гаринда Махараджи. И это на самом деле очень сложно пережить трех гуру. Потому что, когда уходит духовный учитель, ученикам очень сложно разобраться в себе и в окружающем, что происходит. И также по милости Кришны и своих духовных братьев Шилы Гасвами Махараджи смог отдать себя этому пути полноценным. И он сюда приезжал, много проповедовал, немного давал лекций, давал нам общение о понимании, что такое сознание Кришны. Потому что сознание Кришны в целом можно об этом говорить абстрактно и непонятно, но сознание Кришны это в первую очередь любовь и красота. Это не может быть чем-то каким-то запахом чеснока и лука. Это любовь и красота, причем динамичная любовь и динамичная красота. Невозможно этим жертвовать как-то. Вот сегодня пожертвовал 20 дней на выходе из йога-центра. Это не может быть статично. Это должно быть также динамично. Потому что любовь и красота, о которой говорят Писания, о которой говорят Ваишнама, она динамична. И наше самопожертвование также должно быть динамично. Не может быть статично, но по расписанию. Но с другой стороны, постоянство в этом пути тоже очень важно. То есть, например, когда Шила Гурдеф, Гуру дает нам посвящение в духовной жизни, он дает нам наставление следовать таким принципам, как повторение святого имени. И, как Ишитож Прадуф сейчас рассказал, да, историю о том, как Шиллс расхватил так, он, несмотря на принципы, да, которые мы все слышали, там есть мясо и так далее, да, он все-таки, ну, во имя проповеди того, чтобы привлечь души, он все равно, ну, то есть, как бы, он знал, что они не смогут сейчас взять и не есть мясо. Он знал, что в их арционе мясо присутствует. Но вот так же, как Шила Гурдеф, Гавида Махараш действовал по такому принципу. Делай то, что ты делаешь. Не следует очень резко менять свою жизнь. Начни с воспевания святого имени, и постепенно твое понимание, твой подход все трансформируется. Невозможно сразу взять, если мы надели тхути, и писали, и все, мы стали духовными личностями, мы стали все понимать, мы можем своим братьям в Боге давать наставления и говорить, делай так, у тебя все будет вот так. Это невозможно, это не бывает. У Кришны каждому свой подход, индивидуальный. То есть, есть маячки, которые дают нам учителя, как мы должны следовать и как идти, но у каждого из нас свой путь. Потому что все мы, по сути, индивидуальны, даже внешне не похожи друг на друга. Это говорит о том, что подход у Кришны, каждому из нас, также индивидуальный. И просто очень сложно что-то добавить к тому, что сказал наш Кришна Прабху, потому что все очень глубоко и прекрасно на самом деле. Даже обезоруженным, неожиданным предложением что-то рассказать. Обычно я готовлюсь, а тут раз и вот, ба-бас, и вот 20.49, все что может, сейчас 20.55. Время идет очень быстро, и мы об этом не задумываемся на самом деле. Никто из нас не знает, когда мы закончим существование в этом теле. Вот сейчас я есть. А может быть мне осталось дышать 5 минут еще. Потому что в Бхагатам говорится, что у каждого, каждому из нас отведено ровное количество вдохов и выдохов. И мы не знаем, сколько нам отведено это количество. И поэтому сейчас мы выйдем из йога-зала, поедем домой. Может быть какое-то еще время мы будем вспоминать лекцию, которую мы сейчас слышали. Но суета, в которой мы живем, то информационное поле, оно будет нас всячески отвлекать от того, что мы вечные частички Бога. Не просто Марина, Маша или Павел или Олег. Как нечто большее, вечное, вечное, прекрасное живое существо. Шил Судар Мухараш так и говорил, что когда вы осознаете себя как душу, то вы будете настолько потрясены красотой и природой этой души, что все ваши даже самые смелые представления о том, насколько прекрасна душа, они будут тривиальны и ничтожны с тем, что вы увидите. И представьте себе, что это всего лишь навсего маленькая частичка, маленькая душа. А источник всех живых существ, он динамично прекрасен, невозможно даже себе вообразить. Цветок, который с каждой секундой становится красивее. Наше сознание, наше представление, оно может нам на сколько-то это все представить, но все равно невозможно уйти дальше. Мы ограничены, мы маленькие, мы бесконечно малы и при этом бесконечно прекрасны. И вот в тот момент, когда мы осознаемся как душу, вот именно с этого начинается духовная жизнь, подлинная духовная жизнь. По сути дела, мы как бы поступаем, приходим в подготовительный класс, мы готовимся к духовной жизни. Потому что духовная жизнь, если так, ну, эти слова, ну, что такое духовная жизнь? Это абсолютное самопожертвование, это служение центру, то есть не заботясь о себе. Ну, как мы сможем не заботиться о себе, если мы находимся в рамках материального тела? У нас все равно есть родственники, которым нам нужно перезвонить маме и сказать, что со мной все в порядке, я сегодня задержусь. Потому что еще махачок после верши тушит целый кадр. И еще что-нибудь. Мама, я буду поздно. Волнуйся, все в порядке. То есть все равно нам нужно служить своим детям, или своим братьям, или мужьям, или женам. И невозможно стопроцентно полностью себя отдать. Но душа, она вечно, неделима, нетленна, с ней ничего не происходит. И вот только тогда, когда через воспевание святого имени, через следование наставления наших учителей, погрузившись вглубь себя, в самоосознание, кто мы есть на самом деле, потому что, как Расшир Тож Кришна Прабху говорил, Дживера Сварупа Хори, природа души – это вечный, вечный слуга Кришны, вечный слуга красоты. В этом мире мы всегда слышим, мы привыкли слышать так, что слуга – это нечто неприятное, нечто низкое, нечто, ну так сказать, как вот, да, бомжи. То есть нечто что-то такое, ну что-то второсортное. Но на самом деле быть слугой красоты, любви – это на самом деле звучит очень гордо. Потому что, по сути, мы все слуги. Слуги своих заблуждений, слуги своих вторых половинок и третьих, слуги своих собачек, которых нужно выгуливать и так далее. То есть мы неосознанно служим всем, чем окружили себя в этой жизни. И есть такая возможность посвятить свою жизнь личному большему, прекрасному, как сознание Кришны. Потому что, по сути, все остальное, все, что мы видим вокруг, однажды это станет пеплом. То есть это превратится в ничто. Это вышло из ничего и станет… Ну, то есть, как говоришь, Шилсидан Мухараш, все, что вышло из земли, вернется обратно в землю. Любые девайсы, гаджеты, Apple и Стив Джобс однажды его забудут. Ну, если, конечно, на стенах никто не напишет такой долгосрочной краской «Стив Джобс жив». Я видел, кстати, «Копцой жив» после того, как Джобс умер. «Джобс жив». Вот так написано. Ну, если там, да, через сто тысяч лет эта надпись не соответствует на бетоне, то, может быть, какие-нибудь инопланетяне расшифруют эту надпись, но, может, и не поймут, что он был создателем этого. Все превратится в пепел, кроме нашего сознания. И нет ничего более ценного, чем то, что нам дает Духовный Учитель – это Святое Имя. Потому что Святое Имя, оно не только нас наполняет, очищает и исцеляет, оно также дарует нам вечную жизнь. И любые спекуляции о том, что если мы сейчас побежим спасать всех людей, кормить их, делать счастливыми собачек, они тщетны, потому что единственная возможность жить правильно – это жить под руководством и Духом наших Учителей. Честно говоря, очень трудно что-либо добавить еще. Ну, вот еще могу сказать 21-01. Вот, все остальное, ну, Ажи Тош Кышну, правда, очень много сказал. И очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok